Ребята, мы приехали знаете куда? Это супергигантский шоппинг. И весь этот замок, замок, здание выглядит как замок. И, в общем, это очень интересно. Привет, друзья! Новый день, новые приключения. И сегодня мы приехали в очень интересное место. Я его давно-давно видела, когда мы мимо проезжали в Иден Проджект, когда ехали и так далее. В общем, сейчас покажу. Смотрите на эти замки. Тут, в общем, длинное-длинное-длинное здание. И все это здание выглядит как один огромный большой замок. Но это, так скажем, современный замок, потому что внутри находится шоппинг. Представляете? Это место называется Трегомил. Я никогда здесь не была, мне было очень любопытно посмотреть. Поэтому Кристофер привез меня сюда. Это, конечно, не за тем толщаком, который я ожидала. Здесь больше для дома, для семьи. Здесь просто какой-то парадиз. Рай ковров. Их здесь просто миллионы. Огромных, маленьких, вообще. Просто кучи-кучные. Коврики для входа в дом. Смешные названия. Надписи. Насколько я понимаю, это оригинальный. И ковры, плюс сделанные вручную. Хэндвот? Хэндворт. О, так и есть написано. О, персидские ковры. Начиная с 500. Вот столько не стоит. Вау. О, мне нравятся эти принты. Такие прям шотландские. Или как в Бербери, да? Такие хорошенькие эти штучки все. Очень-очень бритиш. Особенно вот это вот масло-хранилка. Посмотрите на это. Чайный наборчик. Кисел. Скажу вам секретик. У меня есть любовь к кружкам. И мне вот нравятся такие интересные кружки. Довольно-таки прикольные. Это гигантская кружка. Лучшая мама и лучший папа. Вот такие кружки мне не нравятся. Вот такие нравятся больше. Смотрите, они немножко кривая. Вся расписанная сверху и снизу. Вот такие мне кружки тоже не нравятся. I don't like those. But I like those. Смотрите, какая крутая кружка. Кривуля. Я себе выбрала кружку. Вот такую, смотрите. А еще здесь есть для любителей кошек. Она немножко такая скучная. Она как бы прикольная. Но немножко скучная. Там даже кисы внутри нет. Немножко корнлеллской тематики. Костеры. С карабликами. The best face ever I've seen, Костовер. It suits you very much. Светочки. Они очень выглядят по-искусственному. Я думала, может посмотреть что-нибудь, но они прям искусственные-искусственные. Смотрите, какая красивая вещь сделана из дерева для бутылок. Тут все целое кресло сделано из дерева. И столики. Я думаю, они бы подошли моим родителям к баню. Тут есть все. Все, реально все. Начиная от дома до нашего сада. Нашего, вашего, нашего, вашего любого сада. Удобрения. Там дальше были домики для животных. Всякие удобрения. Еда для птичек. Прикормника. Куча семян. В общем, рай для тех, кто любит огород. И все, что с ним связано. Горшочки. Мы не посетили на самом деле все. Но здесь, в общем-то, в принципе, мне больше и нечего было смотреть. Такой выбор немножко базарного типа. Дешевые или удешевленные вещи. В общем, что-то, ну, так. Это малюсенькая деревенька, но парковка у нее как прям в аэропорту. И все потому, что это очень историческая деревенька. Итак, мы, наконец-то, добрались до Полперо. Сегодня солнечный день. Жары, конечно, нет. 16-17 градусов. Я, видите, в свитере и в телогрейке, хотела сказать. В... не знаю, как она называется. В общем, в ней. И мы заходим в город. В этом городе мы были. В деревеньке. В город. Мы здесь ночевали, как делали наше большое путешествие. Это было одно из мест, где мы на самом деле ночевали не в палатке, а мы даже нашли отельчик за не очень большие деньги. Вот. И ночевали как нацелевшие люди. Вот посмотрим, найдем ли мы этот отельчик. Потому что мы даже не помним название. И, в общем, прям классно. Смотрите на эти чудные автобусики малюшки. Полперо можно покататься. И вот здесь мы уже видим Мелинцу. Смотрите, какая прикольная. Я даже не помню, видела ли я ее когда-то. Тогда. Когда мы здесь были. Мы даже не видели этого, этой части полперо. Смотрите, какой же красивый домик. Красотень. Здесь очень любят собачек. Смотрите, какая милая ступенька для того, чтобы собачкам тоже было куда подпить. Израил. Хелло. Хелло. Крючка. Даже красивенный мостик через воду идет тут. Вот. Здесь, кстати, в Англии. Очень распространены общественные туалеты. И они очень-очень хорошего качества. И они есть везде. То есть, когда мы делали наше путешествие, в принципе, ничего не приходилось делать в лесу. Каждый раз, когда мы доходили до какой-то деревеньки, можно было найти общественный туалет. Что очень-очень удобно. Ну, сами понимаете, по каким причинам. Вот. Так что... Ох, как здесь красиво. Что там едет? А-а-а-а! Всех домики такого одинакового стиля. И, как вы видите, они в основном сдаются. То есть, если не весь домик, то какая-то комната, типа B&B. Очень красивенько. Смотрите этот автобус, который я уже вначале показывала. И он едет! Электрическая... Электрическая качалка. Электрический автобусик. Смотрите, какой небольшой коттедж. Такой красивый. И это полностью можно арендовать. Вот здесь я заметила Blue Chip Hot Wheels. Класс! Какой он красивый. Смотрите, как здесь люди живут. Они все живут прямо на горе, на скале. Довольно-таки высоко. Какие сады развиваются. Прямо на горке. Аааа, this is the flower paradise. Look at this. Look at this. А вот этот отель, где мы останавливались. Кто бы знал, как он круто выглядит летом. Мы, когда увидели это название, сразу вспомнили. Вот тут мы останавливались в несезонности. Было очень даже недорого. Смотрите, как красиво. Все в цветах. Вау. Мы заходим в старый город. Смотрите на эти маленькие улочки. Вот оттуда, из Техворот, мы пришли. И мы увидели это. И первым делом пошли сюда. Топ-топ-топ. Вообще-то мы пришли отсюда. Будем туда? Нет. Мы пришли отсюда. Кто-то тут уже рождественскую елочку подготовил, если бы вы видели. Вот прям там. И мы пошли вот туда. Сюда-сюда. О, смотрите на эту красоту. Это просто сказочно. Все такое маленькое. Столько романтики. В этом месте. Смотрите на этот старинный, старинный поп. В этом маленьком коттедже живут люди, которые знают в жизни толк. Вот их мото. Сохраните воду. Пейте просек. А вот и самое важное место. Почему здесь вообще основана эта деревушка? Это из-за того, что здесь вода. То есть море заходит сюда. И эта деревушка была известна как одной из прибежищ пиратов. В общем, очень, очень у нее много историй. Просто посмотрите, сколько интересных идей, как украшать свои стенки. Вот так вот. Поехали. 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 Смотрите на этот офигенный вид пальферо. И вот тут, кстати, вы можете заметить, если вы видите, вот там вот настоящая пещера, которой использовались пираты и всякие контрабандисты. Красота, да? Красота, да? Красота. Красота. Вот здесь мы нахожу, где мы вехали. Понятно, я знал это, я забыла вспомнить. Мы приехали в еще одну деревню. И как всегда, смотрите, за мной уже туалет. Первое, что люди видят, когда заходят в деревню, туалет, что очень неправильно. Посмотрите на этот вид, обалдеть. С этой стороны у нас Хойруин, а на другой стороне у нас Хой. И нужно взять небольшой паромчик, чтобы так переплыть. Самое смешное, что это паромчик, это на самом деле просто лодочка. Смотрите, друзья, мы сейчас находимся в этой деревне. И я заметила, что все лодки, которые здесь на пристани припаркованы, они в принципе с моторами. Они просто прицеплены здесь, и никто не боится, что кто-то приедет или придет и украдет их. Просто вот с моторчиками себе спокойненько все стоят. Я понимаю, что те подачи, которые в море, может быть и... ну понятно, почему их так. А тут вот прямо около берега, в принципе, можно затырить. Я шучу, конечно. Ну просто здорово смотреть, что у них здесь похоже вообще на этого crime. Криминала нет. Красота. Мы сейчас сидим здесь и думаем, стоит ли нам плыть на ту сторону, потому что в принципе мы там были. И сейчас уже почти 5 часов. Скорее всего все магазинчики и все остальное будет закрываться. Поэтому в принципе там делать-то и нечего будет. Ну кроме как погулять, но мы там гуляли, когда мы делали наше предшествие. И там вот есть замок, вы его видите вот здесь. Мы хотели в него зайти посмотреть. И знаете, что случилось? Оказывается, это личный замок кого-то и в него не пускают. Вот поэтому мы вот скорее всего не пойдем туда. Я обожаю ежевику. И в Англии это ежевики просто завались. Она везде. Она супер вкусная в этом году. Просто офигенная. Тут она еще даже себя не созрела. И мы раньше, когда делали путешествие, мы просто объедались ей. Был наш десерт. А сейчас я как раз только что нашла ее зрелую. И просто кайфую. Смотрите, сколько здесь еще будет ягод. И она здесь растет как сорняк. То есть она везде. Знаете, у нас вот бывает такая лесная малина. А вот здесь ясная ежевика. И она везде. И ей все завалено. И с ней борются. Но она все равно растет. Плодится. И очень вкусная. Субтитры сделал DimaTorzok Покупленка. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...